Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о политике и церкви. Еще одна очень важная мысль, касающаяся того, что Бог, отдав нам свободу, отдав человеку право на управление землей, он все же пытается каким-то образом, не игнорируя нашей свободы, не ущемляя ее, влиять на происходящее событие. И вот здесь мы приходим к той системе власти, которую сегодня считают устаревшей и, наверное, в какой-то мере не нужной. Это монархия. Почему монархия более, наверное, приемлема в этой системе, как некая система, через которую Бог больше, больше может влиять на мир? Потому что Бог будет иметь дело с одним человеком. Бог держит в руке сердце царя. Бог направляет сердце царя туда, куда нужно ему. Когда речь идет о массе людей, когда речь идет о каких-то попытках взаимного влияния, здесь гораздо больше человеческого. Одним человеком с одним человеком проще иметь дело. Смотрите, 21 стих 2 главы книги Даниила. «Он изменяет временная лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он поставляет царей». Я никогда не читал в Писании, чтобы Бог поставлял парламенты, Бог управлял народными собраниями, Бог дирижировал политическими системами. Он действует всегда через какую-то одну определенную личность, влияя на этого человека и тем самым влияя на весь народ. Абсолютно любая система власти, будь это система власти в церкви, политическая, экономическая и так далее, это всегда Бог, управляющий каким-то человеком, помазанником. И мы постоянно читаем в Библии «помазанник мой Кир», «помазанник этот», «помазанник тот», «помазанник такой». Бог находит в себе человека, и через этого человека он пытается влиять на этот мир. Это не идеальная система с точки зрения Бога, потому что все же присутствует и свобода, и воля этого человека. И мы и в Библии видим примеры, когда цари оказывались не просто непослушными, но и абсолютно противоборствующими Богу, противостоящими ему. Но тем не менее, на мой взгляд, монархическая система гораздо ближе к тому, чтобы Бог участвовал в жизни общества намного больше, чем это возможно в Библии.